Что означает глубинная демократия? Мы знаем немного, что такое демократия. Демократия означает, что если у вас есть несколько, давайте будем называть «стейкхолдер» или игроков, у вас есть несколько игроков. И тогда вам нужно решить, в каком направлении вы хотите, чтобы игра началась и шла, и вы голосуете. И тогда, если большинство игроков хочет идти в определенном направлении, они выигрывают, и тогда большинство проигрывает. Или нужно ждать еще четыре года, пока оно выиграет в следующих выборах. Обычно демократия расценивается как политический процесс. Демократия – это идея, что, в самом деле, процесс, кто выиграет или кто выиграет, и кто выиграет, и кто выиграет, менее интересна или интересна, чем отношения между игроками. Как, например, большинство соотносит себя и общается с меньшинством, которые проиграли, и наоборот. Понятно, пока. Итак, например, классически, «Демократия институт», мы сейчас включены в многое так называемые «стейкхолдер диалог» тренировки. Институт «Глубины демократии» вовлечен во многие обучающие курсы для вот таких игроков и для стейкхолдеров. Для держателей бизнеса. Для держателей бизнеса, для держателей акций. Где идея, что вы начинаете понимать, что каждый проект, каждый процесс, каждый способ, обычно, Идея такая, что вы начинаете понимать, что любой процесс, он обычно включает в себя множество держателей акций, множество игроков. И проблема в отношениях между игроками. Если вы идете за каким-то определенным направлением, работает хуже. Почему мы говорим глубинная демократия для индивидуумов, для личностей? У личностей у отдельных людей есть точно такие же проблемы внутри них самих. Если вы просыпаетесь с утра в кровати, вы замечаете иногда, ну, возьмем меня сегодня утро. У меня было решение большинства внутри меня, что я сегодня проснусь и побегу на зарядку. Как каждое утро я это делаю. И во мне также была партия оппозиции, которая говорила, нет, хочу остаться в кровати. И обычно, в последние несколько дней, партия оппозиция проигрывала. И у них такое настроение. Ну, вы знаете, как, например, многие команды, которые проигрывают часто. Они как будто такие, как грустные становятся, кислые становятся со временем. И я заметил, что во мне что-то становится таким кислым. И у меня была такая сцена отношений между моими различными стейкхолдерами, жителями акций. Бегуны и сонники. И вот такие проблемы мы называем внутренней глубиной демократии. Организации более сильные и более чувствительные. Они более радостные. И поэтому они становятся более выигрывающими. Если у них есть доступ к различным, ко всем своим частям. И если эти части не теряют энергию в том, что они с друг другом сражаются и имеют конфликты. Индивидуальные, как и целые, более целые, более вибридные и счастливые, если их различные части имеют более дружеские отношения с другими. Точно так же индивидуальные личности, они более счастливые, более довольные, более радостные, если их части живут больше дружбы с друг другом. И в целом они и больше достигают, потому что они теряют меньше энергии на внутренние конфликты. И у них есть больше внутренней поддержки. Потому что разные части внутри вас помогают в каждый момент какой-то части. Потому что они понимают, что у них тоже есть совладение целым и завтра их выслушают. Другими словами, я остался сегодня с утра в кровати. Это было хорошо. И я сегодня себя почувствовал лучше, радостней. И сейчас я не могу ждать, пока я побегу опять утром. У нас с Эллен и я, у нас есть такой забег по утрам в Москве. Мы живем в гостинице возле Аватара. Мы пробегаем до Кремля через Кремль. Потрясающе. 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 Очень много лет. Так красиво, что мы никогда не устаем от этого. Разве вы не ходите в Кремль каждую неделю? Нет? О, Господи! Вы должны. Вы живете в Москве. Вы должны идти в Кремль. Так что мы пробегаем через Кремль по Москве реке. И дальше до Новицкого бульвара. И дальше до Аватара. Это потрясающе бежать по реке. И чувство бежать по ночам, когда все машины стоят и стреляют на улицах. Вы видите, как люди в заключении в своих машинах. А вы пробегаете мимо, так как свободно. Нет? Да. И когда вы пробегаете на Новицкий бульвар, это как играть в футбол, потому что вы так вот бежите между людьми. Я знаю, что вам это не так уж сильно интересно. Но я демонстрирую радость того, кто сегодня с утра поспал наконец-то. В отличие от того, что вы думаете, это на самом деле стимулирует мою мотивацию. Это важная часть, что иногда вы можете отойти от своей привычной идентичности. И так же это противоположно то, чему обычно интуитивно мы себя ведем. Это может дать вам больше радости идти в привычном направлении потом. Так что, например, добрый вечер, добрый вечер. Так что, если вы посмотрите от этого момента, вы можете сказать, что мы различаем между ЦР уровнем, который организован в вашей привычной идентичности. Ваша личность – это та партия внутри вас, которая в данный момент рулит в паре. Потому что они выиграли выборы, и теперь она верит, что она управляет вашей личностью. Ну, например, если вы себе представите, например, хотите себе представить. Ну, например, я на вас смотрю. Если бы вы себе представили какому-нибудь незнакомцу. Извини, извини, что я тебя выбрал. Как бы ты себя представила? Я спрашиваю троих еще людей. Так что держитесь, я буду всех спрашивать. Я бы сказала, что человек. Я человек. Хорошо? Это уже хорошо. Здравствуйте. Меня зовут так-то, так-то, я человек. Да? Вам нравится? Мне тоже нравится. То есть твоя привычная идентичность – это то, что ты человек. Это мне напоминает то, что в том году я и Эллен бежали в Орегоне, там, где мы раньше жили. И в Орегоне очень много леса, и мы бежали по лесу. И обычно там очень тихо, и там никого нету. И мы одним утром бежали, и вдруг увидели, что мужчина бежит по этой дороге к нам напротив. И мы так удивились, потому что там обычно никого не бывает на этой дорожке. И я говорю, ой, смотрите, человек. И он на нас смотрит и говорит, пожалуйста, не делайте таких выводов. Так что не все – это человек. Потому что ты также, ну, кем мы, например, можем быть? Облачком. Например, облаком. Кто когда-нибудь во сне летал? Люди же не летают. Так что мы разные. Но в данный момент ваша человеческая форма для вас важна. Правильно? Это будет называться идентичность. И у нас есть тогда второй уровень. И второй уровень мы называем сновидческим или предощущением. Сновидческий или проявляющийся уровень. Это та часть вас, которая меньшинство в данный момент. Например, как-то с вами, если можно я скажу. Ну, все, что не личностное. Например. Если с вами случается какой-то опыт, который не вписывается в вашу идентичность как человека, вам придется с этим посражаться какой-то момент. Понимаете, что я имею в виду? Например. Например. Я чувствую себя как звук. Или камень. Это будет сложнее. Да? Это меня напоминает Карла Юнга. Вы знаете Карла Юнга? Вы знаете? Карл Юга. У него был клиент, у которого было много проблем с Карлом Юнгом. И студент. И один день он приходит к Карлу Юнгу. Он спрашивает, почему это, что я всегда на тебя натыкаюсь. Каждый раз, когда я хочу что-то сделать. И я начинаю с тобой взаимодействовать. Я все время как подскальзываю. И Карл Юнг сказал, потому что я камень. То есть, например, если вы думаете, что вы камень. У вас нет тогда проблемы, чтобы быть твердым, сильным. И не иметь чувств. Иногда это может быть хорошо. Но если ты человек, это сложнее. И вот этот уровень словический на нем вы можете быть или птицей, или камнем. Это все части в нас, которые в каком-то смысле маргинализированы. Пока понятно. Мы также думаем, что мы живем в поле. В этом поле есть разные идентичности. Одинтичность один, идентичность два, идентичность три. И у этих идентичностей есть что-то общее. И они имеют какие-то вещи в коммуне, которые маргинализируют. И мы называем эти роли. Например, если я себе думаю, что я американский гражданин. Это я, но также это роль. Например, если я сейчас стою и вас обучаю. Я здесь во многих ролях. Я профессиональный работник. Я человек моего возраста, с европейским прошлым. Но также я американец, обучаю людей в российском контексте. И мы это называем вторичное или другая структура ролей в глубине обычного контента. Или на заднем плане обычного контента. Вы понимаете? Мы о них думаем, как о параллельных мирах. В каком-то смысле, несколько процессов происходят одновременно, и они друг друга как бы не трогают. Кто-то из вас говорил, что мы здесь, потому что нас интересует процессуальная работа. И я с вами разговариваю так, как будто бы вы заинтересованы в процессуальной работе. И это та идентичность, которая есть у нас сейчас. Но мы также используем Ксения. Ксения – это такой посредник американца во мне и русской части в вас. Если бы здесь не было Ксении, нам пришлось бы поработать над нашими отношениями. Вы понимаете? Но тот факт, что здесь есть Ксения, Это помогает нам временно маргинализировать отношения русских с американцами. Но все равно проблема-то есть. Кто-то следит за нашей страничкой на Фейсбуке. Тру или трое. Иногда ты видишь комментарии там. Они говорят «Не слушайте иностранных шарлатанов». Я хочу сказать «Да, слушайте только российских шарлатанов». Это такие сновидческие аспекты отношений. А что мы делаем с бизнесом? Посмотрите сюда. Вы можете подумать. Вам не обязательно с этим соглашаться. Просто давайте подумаем вместе. Мы думаем, что организация. Организация. И вот команда мы чуть поменьше рисуем, помельче. И здесь мы нарисуем такую отдельную личность. А здесь более большие организации, нации, регионы. Культурные круги. Мир. Наша Вселенная. Наша Солнечная система. Наша Вселенная. Это разные уровни. И мы знаем, что у каждой из этих групп есть своя собственная идентичность. И у каждой из этих групп есть процессы в трех параллельных мирах. Один мир – это то, что у них у всех есть идентичность. И у всех у них есть знавидческий или проявляющийся уровень. Это отношение между параллельными сущностями. И также у нас есть третий уровень, который мы называем глубинный уровень или уровень сущности. Уровень сущности – это уровень, где вы не можете говорить на этом уровне слишком много особо. Это как сущность. Но вы можете это чувствовать. Например, если вы приезжаете в Россию, вы можете чувствовать это. Есть как-будто особая атмосфера. Мы можем это назвать русский дух, например. И вы можете в каком-то смысле сказать, что он всегда там у нас был. Он всегда будет там. Но вы не можете его описать. Если вы начнете о нем говорить, у вас сразу же начнется групповой процесс. Потому что это гиперпространство. Знаете гиперпространство? Гиперпространство – это пример гиперпространства. Например, у вас есть пять человек, которые наблюдают за закатом солнца. И каждый очень тронут. Потому что это сущность, глубинная сущность заката солнца. Есть такой балкончик для туристов на океане. И вечером люди выходят и смотрят этот закат солнца. Там тихо, и у него есть особая атмосфера, особое настроение. И когда уже солнце село, и люди идут к своим машинам, люди понимают и видят понимание в глазах друг друга. Это было особенное, очень глубокое. И дальше, если начнете спрашивать каждого, мы обычно этого не делаем. Я уверен, что один человек может сказать, «Это потрясающе». Это напомнило меня о моем первом поцелуе. Это напомнило меня о том, когда я верил, что любовь – это прекрасно, удивительно. И когда она всегда свежа. И другой человек, который смотрел на них с пониманием, может сказать, «Это был очень удивительный момент». Он напомнил меня о моей жизни. Вот такая горькая сладость, потрясающего пути. И сейчас, как у всех, она подходит к концу. И сейчас, как у всех, она подходит к концу. Для одного – это начало жизни. Для другого – это конец жизни. Но вот эта сущность – она одна и та же. Она называется гиперпространство. Как будто бы есть одна особенная информация, и вокруг нее есть много-много-много разных миров. Ну, например, если вам я скажу, «Если я вас спрашиваю, раз вы не чувствуете русский дух, кто из вас понимает, что такое чувствует русский дух, или когда-нибудь чувствовал русский дух?» Кто из вас когда-нибудь чувствовал, «Вот это вот есть русский дух?» Да? А если вы начнете спрашивать людей, то у людей будет очень разное мнение по этому поводу. Ортодоксальная церковь с луковицами, с куполами – это русский дух, да? Да? Смотри, я смотрю на тебя, я вижу, несколько людей делают вот так. Я вижу, несколько людей делают вот так. Это гиперпространство. Понятно? Ага. Мы думаем, что у всех организаций есть идентичность, есть уровень сновидческий и подразвивающийся, в котором есть вопросы отношений, и также уровень глубинный сущностный. Некоторые организации думают, что они особенно собираются и представляют вот этот вот глубинный уровень. Мы имеем в виду церкви и религиозные организации. Они верят, что их основная роль в обществе – представлять духовные направления, и также глубину и сущность, да, сущность. И глубинные направления для нас. Некоторые люди считают, что некоторые группы идентифицируют в себя, что они занимаются отношениями. Они обычно фокусированы на помогающих группах или проблемах, которые имеют более минеративную позицию, чтобы найти другую или лучше отношения с большинством или с теми, кто у власти. Эти организации в основном называются «нон-профитами». Они обычно имеют причину поддерживать кого-то, которые думают, что они имеют больше помощи или больше голоса, чтобы найти голос. И также есть группа, которая обычно идентифицируется на то, что измеримо. Насколько хорошо у нас все получается. Насколько мы успешны. Они обычно называют себя бизнес-организацией или «профитами». Это все идентичности. А если вы процессуальный фасцилитатор или процессуальный фасцилитатор, то вы их не застричьи проще не относитесь. Потому что вы понимаете, что это просто идентичность. Но у каждой организации есть уровень сущности. У каждой организации есть уровень сущности. Даже инвестиционный банк с точки зрения глубинной демократии у него столько же глубинного уровня, как и у церкви. Они просто не идентифицируются. Это как люди. Нет бизнес-людей или духовных людей. Все духовные люди. И все в поиске пробуждения. В каждом человеке есть глубинный драйв. И все, кого я встречал, в каждом есть интерес к какому-то экстатическому переживанию или к сообществу. И в каждой организации есть такой нон-профит аспект. Они просто обычно с ним не идентифицируются. Если вы смотрите на большие перемены сейчас в мире, и вы видите, что эти перемены они не идентифицируются не нон-профит организациями, а бизнес-группами. Они просто не идентифицируются не идентифицируются. И нон-профит группы тоже есть интерес к бизнес-аспектам. И в каждой организации есть подход, который представляет себе бизнес-интерес и какой-то интерес к реальной реальности. Например, вы поехали в большие капиталы в Европе и Евразии, Азия, Азия, которую я знаю, и столицы в Африке, в которых я знаю, и вы видите большие земли, которые владеют обычно в городах, церкви, какие-то религиозные организации. Вы замечали это? Если вы едете в центральную Европу, все церкви, но особенно в церкви, и особенно католические церкви, владеют лучшими владениями. В Африке церкви все имеют самые большие, лучшие земли. Как это возможно? Они ничего не продуцируют же, они же ничего не производят. Нет, это должна быть большая бизнес-модель. Они должны быть потрясающими бизнесменами, потому что они владеют самыми большими и интересными территориями. Лондон, Кайро, Найроби, Рома, Парижа, владельцы недвижимости самыми крупными, владельцы недвижимости самыми крупными. Всегда у них лучшая недвижимость, но они никогда ничего не выпускают. Я вижу, что вы не настолько вдохновлены этой темой, как я. Нет, они очень вдохновлены. Они очень вдохновлены. Они должны быть кто-то в背景е с хорошим бизнесом. Но они не идентифицируются. И что мы делаем, когда мы работаем с организациями? Ну, это наш подход, что когда мы работаем с бизнесами, мы верим, как мы можем помочь или фасилитировать бизнес, мы думаем, что за такими успешными бизнесами лежит очень хорошая, уверенная практика бизнеса, хорошая финансовая стратегия, хорошая финансовая стратегия, на лучшем предприятии. Есть такое, да? Выражение? На лучшем предприятии. Понятно, что такое лучшее предприятие? Да? Потому что лучшие предприятия это обычно вчерашнее предприятие. но мы верим в то, что сила бизнеса и на чем они обычно меньше фокусируются это отношение между владельцами. Я вам дам пример. Я не знаю, если вы следили, получилось следить, что recently были статьи я не знаю, кто судил за этими статьями, что Apple не хотел платить большие налоги в Америке. Пытался не заплатить налоги. Кто из вас читал эти статьи? А кто из вас слышал об этом? Уфшорс. Уфшорс? Нет. Там была очень сложная ситуация. Я вам дам привет. Например, в Америке налоговый закон говорит что ты должен платить налоги только в той стране, где вы находитесь. А в Ирландии налоговый закон говорит что вы платите налоги в той стране, где находится ваш менеджмент. Так что Apple находился в Ирландии. Америка их не облагала налоги, потому что они находились в Ирландии. не облагали налоги, потому что их менеджмент находился в Пелефорне. И поэтому они таким образом сохраняли десятки миллионов долларов. с точки зрения консенсуса обычной реальности хорошая идея не правда ли да? хорошая идея с точки зрения отношений катастрофа потому что в Америке сейчас очень много большие экономические проблемы. И Америка имеет на какой-то уровне идею о какой-то экономической справедливости. и в Америке есть такая идея в каком-то смысле чтобы была ну честность какая-то экономическая. Американцы хотят экономической честности. И в то время когда у национальной экономики есть так много проблем одна из самых больших успешных американских компаний может быть даже самая большая она как бы врет обманывает свою страну и это разочаровывает очень многих людей. Это не может быть хорошо для продаж и тогда есть уровень сущности. И кто-то помнит я рассказывал несколько лет назад историю о Стиве Джобе сказал что моя основная сущность была сделать красивый компьютер. Он пишет в своей автобиографии что я хотел сделать красивый компьютер. в начале он был меньшинство потому что мы не хотим красивый компьютер мы хотим хорошую производительность. но красота в конечном счете стала выиграла. и своровать 30 миллионов долларов в Америке не считается красивым. к этому относится к чему-то очень некрасивым. не знаю как в России так же да мы все устанавливаем мне нравятся дискуссии которые у нас есть в нашей африканской группе мы всегда спрашиваем в Африке когда мы работаем в Африке мы спрашиваем а что вы думаете про коррупцию? и обычный африканец говорит чуть-чуть это не плохо но просто не слишком много чтобы было 30 миллионов это слишком много так что я говорю это классический пример кого-то кто делает хорошо получается на этом уровне но они организируют этот уровень и они организируют этот уровень проблема не в том что они сфокусировались на этом если вы нон-профит у вас всегда есть проблемы с бизнесом потому что они деньги зарабатывают они хотят зарабатывать деньги а если ты духовный человек у вас всегда есть проблемы с бизнесом потому что вам кажется что они слишком жадные так бизнес делают правильно что они фокусируются на прибыли но они становятся сильнее и радостнее и им же лучше если они также фокусируются на других уровнях то вы не должны показывать бизнесмены или говорить бизнесмены что им нужно ставиться более духовными они и так духовные каждая организация духовная вещь это духовная вещь бизнесмены точно так же нон-профит организация потому что ты всегда привносишь что-то в отношения между людьми поэтому у них есть у всех отделы пиар отношения с сообществом в целом бизнесмены не понимают что отношения означает просто бизнесмены не всегда понимаешь что значит отношения они думают что это означает реклама моей точки зрения но у людей то же самое бывает многие люди включая меня мы думаем что отношения это значит когда я привношу мою точку демократия и бизнес встречаются вместе я дам вам пару минут если у вас есть вопросы я на них отвечу и тогда после этого мы поработаем с бизнес-кейсами продавцы стрелкового оружия какие отношения привносят люди продают оружие какие отношения они привносят в общественную общество в доме ну ну я надеюсь никто этот вопрос не задаст это очень сложный вопрос например есть например есть пару вещей над которые можно подумать кто покупает эти оружия всех кто-то из нас покупает оружие потому что у нас есть чувство что нам нужно себя обезопасить а кто-то из нас покупает такие сновидческое оружие куда когда мы ходим в кино и видим на экране людей у которых много оружия я не знаю в России но в США самые популярные фильмы с большим блокбастер эти фильмы делают самое популярное кино когда множество людей убивают друг друга или инопланетяне убивают друг друга или инопланетяне или какие-то там монстры друг друга убивают и больше и больше оружия появляются в кино первая вопрос как будто оружие это потрясающая вещь для всех почему мы так заинтересованы в оружии это вопрос который хорошо чтобы ты сам себе задал например я спросил бы себя если бы компания продает оружие сказала бы мне ты хотел бы с нами можешь с нами поработать я бы не очень хотел работать с компанией которая производит оружие но я зато работаю с инвестиционными банками а кто вообще вкладывает деньги в эти компании оружейные я работаю в зонах конфликта мне платит правительство чтобы я работал в зонах конфликта мы зарабатываем деньги на конфликтах это сложная ситуация мы живем сложном мире где начинается это я не могу ответить на этот вопрос для тебя и за других я знаю что на личном уровне я практически уверен что у нас будет меньше оружия если люди научатся лучше защищать свои границы и свои миры и свои пространства например вчера я шел от метро к гостинице и пятьдесят метров от меня было три парня и они купили больше пива чем было для них хорошо в этот вечер как мне кажется это как вечер вечер день переходящий вечер они идут по дороге и хихикают и женщины идут им навстречу и мужчина врезается в этих женщин случайно у него такой контакт телесный с ними это проблема стеснительности с одной стороны имеется ввиду что хорошо бы научиться создавать контакт с людьми без того чтобы напиваться сначала но с другой стороны у женщин проблема с созданием границ с другими словами как насчет той в которую врезались на диком западе это было бы невозможно потому что у людей 5 пистолетов ты подумаешь дважды есть шутка в Лос-Анджелесе я не знаю кто-то из вас был в Лос-Анджелесе кто-то из вас там много звука там на дорогах очень мало звука мало кто издаёт звук потому что за длинное время было столько много банк в Лос-Анджелесе и так много людей было оружие так что надо было быть очень внимательным и не давить лишний раз на потому что ты никогда не знаешь кто там впереди тебя защищать свое пространство личное это очень большая проблема мирового масштаба у меня нет ответа мне нравится вопрос и мне нравится тот групповой процесс который из этого вопроса истекает спасибо за него что это что мне не нравится это мне нравится